Здравствуйте, дорогие коллеги! Эту секцию моделирую на другом геечке. Шинцов, пока он задержался, начнем без него. Секция называется «Геоинформационная технология для решения отраслевых задач». Здесь мы попытаемся представить компании, инспектор решений, которые занимаются внедрением геоинформационной технологии для, собственно, отрасли сельских хозяйств, лесной хозяйств, чтобы попозже строительство и ряд других. Первый докладчик Татьяна Решетникова, наш профессионал по агро-направлению, человек передовой, расскажет о наших достижениях, достижениях инвестиций на полис, по развитию агро-направлению. Дал это мнение. Вы подороны. Убежать не удастся. Я просто не забываю, потому что я, в некотором смысле, в трех местах, как стартапер, я в курс-направлении. Я еще участвую как директор по развитию геофекта, а общественная моя должность. Я руководил направлению для застреливающих историй геофекта, и по этому в целом. И мне нужно каждый раз вспоминать и думать, какой шляпой я сейчас вижу на Эфарену. Синя, скажи, что... Я уже представила, что это можно... А, да, да. Ну хорошо. Давайте тогда, супер, у нас проекты сейчас отраслевые идут, которые мы смотрим и со стороны Аэронеты, и развитие проекта 4D-платформы. Я с вашего разрешения взяточек в том, что мы видим, как платформа 4D-цифровая модель динамичной системы. И вот еще раз давайте посмотрим отраслевые варианты и продукты, которые созревают, с удовольствием передают данное слово, потому что это одно из таких сейчас фронтендов наших внедрений, от которых мы ждем ближайшего результата. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Начинаем с нормативки. То есть мы действуем в рамках программы «Цифровая экономика России». Там прописано, что к 2024 году должно быть не менее 10 платформ сервисов в сфере, в том числе в сфере сельского хозяйства, и выяснительная записка, которая к концу уже этого года должна быть припомнать в министерстве сельского хозяйства, в котором написана одна из ключевых единиц управления – это эффективный гектар. Предполагается, что в обязательном порядке большая часть субъектов в сфере сельского хозяйства должны перейти на цифровую технологию и уже отслеживать свои результаты с помощью современных методов. Ну а вот вы видите, что «Правоцевая платформа» – это один из сервисов. У нас есть еще и сервис по лесному мониториуму, сервис экологии и так далее. Я думаю, коллеги расскажут поподробнее. Три модуля, которые мы сейчас разрабатываем. Первый модуль – это сервис для органов государственной власти. Прежде всего, мы ориентируемся на Министерстве сельских хозяйств регионов. Второй модуль – это сервис для непосредственно сельхозпроизводителей хозяйств. И третий модуль – это «Телеограмм». Мы уже непосредственно спускаемся на самый… Непосредственно на… Не очень красиво будет сказать. То есть непосредственно на место горячей точки программного помощника для него. Итак, первый блок. В чем смысл? То есть мы собираем сейчас максимальное количество информации и привязываем к единице исследования – это поле. Именно таким образом обеспечивается сквозная технология для возможности отслеживания всей этой поле ритуальной информации, которая касается непосредственно земельного участка в поле. Решаем мы задачи на сегодняшний день. И вот ключевой. В общем-то, в каждом регионе мы выявляем. Мы начинаем анализировать историю развития и использования каждого поля, начиная с 1985 года. Почему так давно? Да? Вопрос, казалось бы, такой странный. Казалось бы, 500 ламматый год до нашей эры. Но, тем не менее, эта задача возникла из следующей необходимости. Дело в том, что 1985 год – это было время максимальной распашки, когда Советскому Союзу по максимуму использовалась вся башня, которая может использоваться. К сегодняшнему времени, к сожалению, не вся башня используется. Часть уже ушла под частное строительство. Часть вообще, в принципе, не может использоваться и так далее. То есть какой-то процент отошел. Но, тем не менее, несмотря на это, достаточно большое количество башней до сих пор можно вернуть в оборот. Больше того, не просто можно. Еще эти земельные участки будут считаться экологическими чистыми. Сейчас одно из таких ключевых направлений модных, важных для сиропроизводителей, для нас с вами, как потребителей, которые хотят потреблять экологически чистые продукты, без химикатов и всего прочего. Это возможность выращивания и потребления продуктов, которые выращивались на земле экологически чистой. То есть в последние 10 лет на нее не вели химию, ее никаким образом не возделали. Соответственно, там можно действительно получить качественные продукты. Второй момент. Соответственно, вытекающий отсюда, мы выявляем землю, количество башней в каждом регионе, которые можно вернуть в обороты, соответственно, повысить уровень осевооборота этого региона. Далее выявляем неиспользуемые земли, которые по тем и иным причинам сиххозпроизводители не используют. И тут мы становимся на сторону сиххозпроизводителя, потому что сейчас это очень актуальная тема. Во всех регионах урвало блюд. Россиххозцентр надзор не летует. В общем-то так, ай-яй-яй использует. В ней земля должна использоваться, а вы не используете. Срочно отбираем и все прочее. На самом деле, как оказывается, часть земель, которая числится как земля сиххозпроизводителя, на самом деле по техническим причинам использована быть не может. И поэтому мы выдаем те участки земли, которые просто нужно менять категорию, и в общем-то никаким образом не наказывать сиххозпроизводителей. Третий момент – выявляем телесионные участки, те, которые нужно уже действительно из пашки выводить, и приводить ее в категорию лес-мониторинга. И следующее по пунктам – это кромирование карты соревных участков. Для сиххозпроизводителей это наиболее актуально, потому что очень много участков, особенно в Тазарстане вообще брашевика, это прям больная тема. Поэтому мы стараемся сейчас разрабатывать модули, которые позволяют хотя бы полуавтоматического режима выявлять такие участки и бороться с ними. По подробнее результатам, то, о чем я говорила, пять с копейками тысяч гектаров, более только по двум муниципальным районам было выявлено землей, которые можно использовать, если эта земля экологически чистая. По региону такая цифра составит порядка 186 тысяч гектаров, то есть это приличная такая территория, которая дает заделки региону для того, чтобы стать конкурентоспособными регионами именно в этой области. 68 тысяч участков мы вместе с Росрегистром интегрировали в эту систему, то есть информацию о подастровой, принадлежности к конкретным участкам, и достаточно много нашли участков, которые требуют перерегистрации. Ну, и теперь просто кратко. То есть схема полей достаточно подробная получилась, каждый слой у нас с точностью выше 1 в 2 тысячи. Это достаточно хорошее разрешение, с учетом того, что мы делаем это на космическую съемку. Я хотела бы прям ремарку сделать. То есть очень многие мне говорят, «А, вот в Европе с помощью аэропотосъемки смогли сделать 3D-модель своего хозяйства и так далее». То есть, коллеги, в Европе у сельхозпроизводителей в лучшем случае 2 тысячи гектаров в их ведении. У нас средний сельхозпроизводитель считается, когда у него 50 тысяч гектаров, 40 тысяч гектаров. И, естественно, везде там заснять аэропотосъемку представляется достаточно дорогостоящим удовольствием. Поэтому мы выбираем те технологии, которые нам позволяют максимально удешевить работу для сельхозпроизводителя. Ну, вот то, о чем я вам говорила. То есть прямо по каждому полю региона разрабатывается подробная история его использования этого участка. Неиспользуемые земли больше 3-х лет – это те участки, которые, в принципе, нельзя использовать. Мы инвентаризировали особо ценные земли, аршаемые участки полностью привели в порядок в регионе. Имеем возможность сверять на космической съемке правильность и верифицировать информацию, которую представляет сельхозпроизводитель о селообороте, то есть какой тип культуры был засеян. И, в общем-то, на этом те слои, которые мы сейчас делаем. Вот презентация у меня заканчивается. Следующий блок – это сервисы для сельхозпроизводителей, которые непосредственно приближаемся к частному производителю. То, о чем я говорила, эффективный гектар, который прописан в программе, возможность реализации сквозных технологий. То есть мы эти же слои, которые делаем для органов государственной власти, в общем-то, они довольно-то эффективны и полезны для сельхозпроизводителей. Но теперь уже более точными делаем информацию. В какой части? К сожалению, век цифровых технологий и всего прочего, когда на уровне Российской Федерации говорится, что у нас космические корабли летают и браздят просторы Вселенной, и у реальности сельхозпроизводителей нет возможности перейти на цифры, просто потому что технологически они еще пользуются бумажными картами, на коленках, разрисовывают, фломастерами и так далее. Наша задача – перевести большую часть сельхозпроизводителей, особенно в пилотном регионе Катарстане, всю информацию, которую в бумаге перевести на цифру. Естественно, объединить это с кадастрыми данными. По моему опыту я в Удоградской области работала, в Ростовской. Как это ни странно, но сельхозпроизводители очень часто не имеют подробной информации о том, как зарегистрированы их земли в Катарстане. А есть смешные случаи, когда сельхозпроизводители, даже которые владеют большими участками, не знают о том, что на их участках идет распашка со стороны мелких кипешников. Оперативная поддержка производства – то, о чем я говорю. Вот интересный момент. Очень многие на конференциях, на всех прочих, озвучивают, что они очень быстро EDII индекс считают, что это очень здорово. На самом деле, я хотела бы сказать о том, что сквозные технологии должны обеспечивать быстрый расчет для сельхозпроизводителей и только одного показателя. Почему? Индекс EDII, или так называемый «зеленка», показывает только одно, насколько он с двух зеленым стал растением. И по идее тот, который не глубоко покружен в тему, он думает, ну, здорово, классно, красиво растут, все хорошо. На самом деле, используя здесь, если это не единственный показатель, то можно очень сильно ошибиться. Часть культур, которые заражаются на первых этапах, начинают сильнее расти, сильнее именно из-за своего поражения. Поэтому для того, чтобы исключить, что это все-таки связано с поражением, или действительно с таким нормальным ростом, мы подключили в автоматическом режиме еще порядка 15 показателей, которые могут использоваться для того, чтобы действительно оценить более объективно. Идет у нас рост культуры, или все-таки она болеет? Ну, наверное, вот эта технология вам известна, достаточно много уже представляют такие услуги. Это беспилотная съемка, возможность точечного подсчета растений, но мы пытаемся перейти опять-таки на космическую съемку. То есть возможность использовать ту же функцию с использованием съемки космических данных, что значительно, я бы сказала, просто значит, в 10 раз удешевеет стоимость работы на сиххозпроизводителей. Ну, вот точный анализ поля на предмет качества сева. Очень частая проблема у сиххозпроизводителя – это просева. Шел-шел трактор, раз, сломалась косилка, и все, пошел дальше, он уже не сел. Причем, поскольку это посередине поля, многие даже не знают о том, что у них просеем. Часть посева теряется. Если делать это оперативно, то можно, возможно, досить какую-то культуру схожую, чтобы потом собрать больше вырожай. Ну, и, соответственно, выявление зоны развития негативных процессов на пашне. С чем это связано? Это как раз ретроспективный, глубокий анализ. Часть земельных участков, сколько ты не удобряй, сколько ты не паши, сколько ты не пытайся как-то ухудшить. То есть эти участки нам более не будут давать хорошей рентабельности. Поэтому мы делим поля на те участки, которые можно повысить рентабельность времени по определенным наборам мероприятий, те, которые лучше даже просто не заморачиваться. Ну, и, соответственно, как аккорд, как итог. То есть мы формируем для сельхозпроизводителя систему прогнозирования урожайности. То есть систему, позволяющую не просто видеть и контролировать то, что происходит на их участке, но еще и заранее планировать ту рентабельность, которую он хотел бы. Каким образом это делается? То есть с учетом вот этого большого количества набора информации, которые мы по каждому полю выбираем, с учетом мониторинга текущей ситуации, мы, соответственно, выделяем те участки, на которых по конкретным показателям можно или лучше всего будет сажать конкретную культуру, с учетом особенностей этой культуры, особенностей этого земельного участка, и те участки, на которых не рентабельно будут сажать вот этот, но, например, рекомендуется лучше посадить другую культуру. То есть мы стремимся и идем к конечному итоговому возможности прогнозирования заранее результата, который желал бы получитель-производитель. Спасибо, у меня опять не наканчивается. Если есть вопросы, мы подробно... А, вот так. А я все уже, я ведь послушаю. Да, большое спасибо. Надеюсь, мой доклад был для вас полезен. В общем-то, к чему хотелось бы прийти, да? То есть наша задача, мы своих партнеров, коллег приглашаем не к конкуренции, а к тому, чтобы на нашей единой платформе все ваши услуги, в том числе, реализовать в рамках нашего сервиса и прийти к общему прогнозированию и планированию о равномерности психоздеятельности компании. Спасибо большое. Так как Даня любезно нам несколько минут сэкономила, то у нас есть время на несколько вопросов. Первый, если можно, я бы задал, там была такая интересная цепочка для разных целевых аудиторий. Все-таки несколько слов о продуктике или агрономах. Что в него предполагается и как его предполагается? Третий модуль, да? Да, третий блок, который был показан. Спасибо за вопрос, Владимир Генч. Третий модуль, самый молодой, но при этом, на мой взгляд, самый перспективный. Почему? Аэрофотосъемка обладает большим количеством полезных свойств и качеств, но не обладает только одним – временным ресурсом. То есть с момента, когда человек принимает решение про мониторинг, с помощью беспилотника, до момента получения результата такое два-три дня. По свидетельствам совместных госпроизводителей, это время для ряда болезней за dropout practice. Часто достаточно для того, чтобы половина поля просто погибла. То, есть принимать оперативные решения на основе беспилотной съемки достаточно тяжело. На основе космосъемки тоже еще тяжелее. То есть космосъемка и беспилотная съемка годится для того, чтобы вести мониторинг в режиме раз в три дня. Для того, чтобы принимать решение по болезням, конкретно необходим вот оперативный мониторинг. Соответственно, схема работы мобильного телеокранома какая? Идет огр以上, фотографирует конкретный вид болезни, Отправляем к нам в систему. У нас уже набрало определенное количество эталонов по бокам и зерновым. Дальше мы будем, я думаю, развиваться. И система сама может в полуавтоматическом режиме распознавать вид болезни и с учетом особенностей конкретной территории выдавать рекомендации по стратегии борьбы с этой болезнью. То есть, в общем-то, это основное новшество. Понятное дело, что система будет расти, наращивать, мы будем выбирать еще. Эталоны, так скажем, совершенствовать системы прогнозированные. Но пока вот прототип вот в таком виде существует. Это классно. Просто само название буквально еще секунду в аналогии стиле предполагает, что у вас тем самым будет какой-то консультационный пул, туда можно обратиться и получить какую-то консультацию. Да, безусловно. Два модуля, два блока. Один в автоматическом режиме. Пока самые простые виды болезни, если вы знаете. Второй экспертный. Как оказалось, эксперты по болезням растений, по защите растений в Российской Федерации от 15 до 30, не больше. Все они друг друга знают, и каждый специализируется на какой-то своей культуре. Поэтому мы сейчас собираем вас всех к себе на площадку, формированный консультационный центр, и по мере набора случаев болезни каждого растения, соответственно, пополняется наша база данных каталогов. В конечном итоге хотелось бы прийти к полной автоматизации. Поскольку болезни развиваются, штабы вирусов, как думаю, множатся, то, скорее всего, будет в таком виде существовать. Супер, спасибо. Пожалуйста, вопросы. Погромче так, если можно, и давайте. У меня вопрос на следующее. Вы сказали, что вы готовы со всеми сотрудничать, но при этом вы сказали, что вы сами разрабатывали, как я понял, методику определения поршевика. Пару лет назад, я подумал, в 2017 году точно была ручная статья даже от Петербурга Петербурга университета на тему того, что они подарят спектральные съемки, делают, собственно, предъявление поршевика. Почему мы с ними не пополнялись? И, собственно, тот же вопрос про телеэкономику, потому что, мне кажется, это идея, которая где-то уже была у коллег реализована. На же реализацию я бы не согласилась. Одно дело в статье прописать ее, другое дело реализовать. Поэтому мы, в общем-то, ищем тех, кто действительно уже реализовал и готов с нами сами сотрудничать, или те, которые еще только пишут статьи и готовы просто поработать. Мы готовы. Просто физически я не могу объехать всю Россию, пригласить. Слава Богу, есть такая площадка, с которой вы можете спортироваться. Спасибо. Представляйте, пожалуйста, когда задаете вопросы. Спасибо, Татьяна. Меня зовут Анна, компания «Закфарм». И у меня тоже интерес по телеэкономам, по большей части. Вот докладка «Дис» у меня сегодня будет тоже. По телеэкономам у нас, например, есть организмы, я вам вам ссылку доставлю, которые считают процент поражения листа достаточно точно оффлайн-приложения. И пока полезно конкретно мы не определяем, потому что, раз уж на сетах, но у нас уже есть работающие по теле. И было бы здорово, если бы вы информацию такую доносили от теле, потому что я вас сейчас только первый раз услышала. А я первый раз об этом говорю. Да вот. Спасибо, что сказали. Да, просто у нас есть его сотрудничество. Да, я думаю, что у нас из Белгорода есть общий сотрудничество и фабрикозон есть, неплохо развивается. Я думаю, что это будет отменяться. Но у нас сегодня будут доклады. И с ЦПС есть доклады, и так далее. То есть сейчас мы дальше пойдем от метеорологии до внедрения в бухгалтерию 1С, поэтому секция вполне содержательная. Я уверен, что когда увлекшись начинают копать и там уже находят какую-то свою там золотую жилу, то мы будем очень признательны, если вы дадите рекомендации, дадите ссылки, может быть, что-то вовремя и пропустили в этом ажиотаже, потому что он, понятно, что увлекает и вовлекает. Давайте поблагодарим еще раз.